Вилат, а у нас что-то трансляция режет. Да. Поднялась. Уже слышно нас, да? Напишите мне в чат. Все нормально? Слышно сейчас. От лайф пошел. А до этого сейчас я захотел два раза. Да, я вижу, у меня пошли. У меня 669 дропов было. Извините, ребят. Точно идет стрим сейчас, да? Ну, сейчас я загружу картинку полностью. Все, просто у меня загорелась лайф. Я нажал паузу. Лоудинг видео, пока. Будем надеяться, что идет. То, что это у меня небольшие лаги. Да, ну у меня идет на превьюшке. Извините, уважаемые зрители, немножко дропнулся стрим. Буквально секунд на 20 он отпал. Но уже все нормально. И уже вы очень хорошо нас слышите. И это самое главное. Да, все. Пошел. Ну что, разбирают ребята героев. Очень сильный пуш-потенциал у ЕГЭ. Есть пуш-потенциал, но надо очень много выфармить у Нави. Да, Тинни, конечно, вышки очень сильно играет. Ну так себе бьет. Блин, ты прикольный сайт скинул? У ЕГЭ намного. Да. Да. Это же жестяко. А как они так быстро цепляют инфу? Я не знаю, как они это делают. Дилей я тут тестил на прошлой игре. Дилей, ну, ровно 2 минуты. То есть из DotaTV напрямую подтягивает. Как это? Очень крутая штука. И вот именно на этом сайте я слежу, что 9-3 уже Ньюби выиграют LGD на 13-й минуте этого матча. Да, Ньюби сильный. Так вот, мы с вами продолжаем наблюдать. Юниверс играет на Фурионе. PPD опять-таки у нас на ТКД. Артизи на Пугне идет в мид. Зайд на Наги идет в сложную эфирную. Что вообще творят и в LGSS? Я не знаю, они походу сегодня решили экспериментировать по полной. И Фира туда-сюда пихают. Ну, правда, Фир сейчас опять на саппорте. Но то, что Артизи сегодня уже везде побывал. И на Изи, и в миде, и на Мартретке. Теперь на Пугне играет. Еще саппорт там не играл только раз и что. Я думаю, что все вперед. У нас еще гранд-финал есть. Там самое время Артизи поиграть на саппорте. Это да, это да. Так у него саппорт должен быть какой-то интересный. Типа пака, наверное. О, саппорт пак? Да, это было бы круто. Ворды в непонятных местах. Кстати, у Нави имеется чудесная связка Висп и Скайросма. Которые мы знаем, что как саппорт, когда они связаны, когда там появляется банка, это вообще забей. Это вечная мана, это вечные аркан-болты, и это очень круто. Ну, а Висп, мы видим, хочет быструю банку купить. И пугнет особо с Эвицы нечем, закидывать себя в декрепифа, это такое-се занятие против Скаймерджа. Ну да, да, да. Ну то есть у него какой план у пугны? Это правильно и хорошо отстоять линию против Виспа и против Тини. А когда рядом будет постоянно подлетать товарищ Петушок, то это будет не очень весело, скажу я. Да, и Фурион, вот Фурион на Изи, это тоже интересно. Фурион на Изи, чтобы максимально быстро получить седьмой уровень и начать пуш. То же самое требуется, по сути, и от пугны. Ну смотри, тут прикрывают, прикрывают Артизи. Там все-таки дабл-мид. Ну да, а что ППД здесь еще делать? Быть на топе? Ну вот, не знаю. На топе ФНГ с Фиром уже пошло. Ой, ФНГ отцепляют. Есть рептайп, это скорее всего минус ФНГ. Это Ферзбат 100%. С динайдом у них тут не может никак. И хвост тут рубит своих 64 лям. Очень нагло сыграл ФНГ. Он не догадывался, что вот здесь стоит у нас Нага. Нага с самого начала, с первой секунды, вышла и стала там возле Секретшопа. Ну и, собственно, Зай отлично реализовывает свою позицию. Не подумал ФНГ, что там может кто-то быть. Ну и вот так вот быстро капитана Нави наказали американцы за вот этот манец. На самом деле непонятно, почему вообще боковать начал. Зная то, что один Фурион находится на ботуме, ты должен подозревать о том, что где-то есть саппорты. Ну типа да. Хорошо, Жакира засветился. Виноманс рейсит, спанет гелем тебя. Ты так и так не уйдешь от Наги. Даже если она будет стоять перед вышкой, она все равно до тебя дойдет. Там минус 50% мувспида. Доходит до тебя Нага, рептайд также минус. Тут, мне кажется, даже не особо сраляло то, что она со спины зашла, сколько сраляло то, что он перебатковал и подставился под гель. Ну он действительно был где-то вот здесь, когда его там ловили. И потом уходить в толпе криповый под гелем, да, это нереально. Ну и Хвасту сейчас еще тяжелее. Хвасту сейчас надо драться с Нагами. Юниверс на ботами. Пытался бодиблочить, Фаник ломится. А Фаник на самом деле сейчас тоже немного перебыковый. Закрыли в Коге. Ну он знает, что рядом ФНГ, что Юниверсу будет очень больно. И в итоге все-таки сделают здесь в рагмами. Да Юниверс просто стоит автоатачить, подходит сюда Джакира. Задувает, Фанику не попал. Еще можно забирать Джакира. Не, ну Джакира они точно не заберут. У Джакира 500 хп, вот там ФНГ проблема. В час 2 секунды могут задуть еще раз. Задует, но не достанет. Там Коги поставил. Курион прилетел, минус Фаник, сейчас будет еще тычечка, да, минус Фаник. А ФНГ? У ФНГ нет, тыпа. Ау-да, курица погибла, где погибла курица? Здесь же погибает и курица, и ой-ой-ой-ой-ой. Нави сейчас по голду очень сильно фиданули. Конечно. Бенди сейчас 3 минуты без тапка. Потому что только что потеряли его тапок на нижней линии. Что он здесь делал? Он что-то нес, наверное, Фанику, я так подозреваю. И возможно, он что-то принес Фанику. Что есть у Фанику? Фанику он принес, скорее всего, тангусы или сапог. Ну да, скорее всего, он принес сапог и в этот момент отъехал. Должен был лететь в мид к Дэндику, но вот в итоге недоконтролил Фаник, когда его убивали, и в итоге, да, ушел Фанг, но плюс, плюс денежка и минус тапок для Дэндии. 700 плюс денег для ЕГЭ это минус тапок и минус абуз батла для Виспа. То есть он 3 минуты, теперь полторы уже без абуза. Это очень трудно будет Виспо, очень трудно будет Тинек, потому что он не может спамить с пылами. А на топе уже начинаются пуш-вышки. Зайп. Дороговато, какой-то фраг получился на Фурионе. Ну ты смотри, как Зайп уходит на хвостах. Он понимает, что у него Шесармора, и вообще пофиг на хвостах. Хвост его просто не может пробить, поста 4 крипа убитых, у него ни левела, ничего нету, сейчас погибнет здесь. Гель, и надо таймволк делать. Надо, надо прыгнуть. Апач. Я не знаю, ну, типа, я не знаю, почему хвост не прыгнул. То есть таймволк был 100%. Да, но это какой-то вот серьезный фейл сейчас произошел, если честно. Я, конечно, понимаю, что, возможно, под гелем он уже умирал 100% и не уходил. Нет, он не умирал, это первого уровня. Да, гель первого уровня, да, действительно. Там еще и Шесармора. Да, мы Шевертайм ноль. Ноль, вообще, он не тикает по тебе. То есть 25 демажа он тебе наносит и все, он тебя словит. Просто делаешь там волк, ты жив. Ну что это за фейл был? Не знаю. Дэнди подставляется под Артизи. Артизи очень сильно нарезает под Энди. Артизи все-таки погибает. Слэнг. Артизи все жив. Ну и 2 в 1. А может быть и вон скоро тоже. Вон скоро подожгли, подожгли. Минус он скоро. Да, 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 это 3 в 1. Даблкил делает при ПД. Три фрага на ровном месте зарабатывает команда ЕГЭ. Джакил уже сейчас пятого уровня будет, если что. Пятого. Это больше, чем Дэнди. Дэнди третьего мидер. Саппорт уже пятый уровень получается вот с этого рейнджового крипа. Ну вот это да. И минус вышка на топе. Я боюсь открывать графики, но я все же взгляну на них. 4 тысячи преимущества по золоту ЕГЭ. На четвертой минуте. И 1200 ХП, ну это такое. Просто ЕГЭ сейчас может делать все, что захочет. И это еще в драках не было Фуриона. И 1200 ХП это много на самом деле. Потому что по уровню Дэнди 500 опыта до уровня. Это на 2 с лишним уровня обходит. А для саппортов это вообще нереально много. Виноманцер тоже пятого. И у него уже есть Баклер Хедреска. Баклер Хедреска. Откуда, брат? Он снес вышечки походу. А кто вышку забрал на Тобе? Я не знаю. Ну может быть Фир, может быть не Фир. Не в курсе. Кто-то снес. Но это жестко. Сам не продолжает быковать. Да, да, да. Очень жестко все делают сейчас ЕГЭ. И они толком еще не падают. Дэнди проблем опять задовка. Дэнди горит. Отхилит нечем. Ванскорайс пэдом попадают по ФНГ. Залетает за Фурион. Есть спрут это. Минус 3 может быть. ФНГ пока живет. Тычечка от Пугны залетает. Снова минус 3. Еще вышка Медли тоже отвалится. И не только и не одна. Отвалится и первая и вторая. Наби просто развалились. Рассыпались на запчасти. Тут будет на 12-й минуте ЕГЭ. Даже на 10-й будет. Это жесть. Это просто жесть. Просто как ЕГЭ давят сейчас? А ты ничего не сделаешь. А ты берешь крахмерков, которые могут дать Рокки. Правильно? Первого левела. Фейслис Войт ничего не делает. Он 5-й уровне с сапогом. У нее даже купола нет. Подходит сюда Дэнди. Вот так подбегает. Рептайт. Кель. Бласт. Все, он погиб. Он погиб. Задувочка. Ну пытайся. Еще жить. Сейчас будет Рептайт. Даже без Рептайт. Параллельно забрали Тавр. ФНГ может забрать. Но пока еще ФНГ не забирает. Лол. Зайя выживает просто на 9 хп. И он продолжает жить. И он продолжает жить. Фаник видит Зая. Ну ничего. Смотри, как его здесь закрывает. Просто сейчас. Юниверс не отпускает Фаника. Фаник сделал, конечно, фраг. Пытается убежать. И может быть даже убежит. Нет, он убежит. Но это... Это седьмая минута. 11-3. Да. И проблема в том, что у команды ЕГЭ есть все. А у Нави даже нету купола. И у Тупо нету. Потому что есть тапок и пурменшилд. Все. Да даже появится купол. А что изменится? А ничего. Тинник милишный. А Sky Mage явно еще не шестого уровня. Клок седьмого. Хорошо. Но что он может? Запулить макетку первого уровня туда? Ничего не может. Тут просто нечем дамажить. Ну вот банально поставить за купол, они ничего не сделают. И ЕГЭ сейчас делают правильный мув. Они просто уходят на ботом. Там стоят две вышки. Они просто их заберут. У Наги есть слип на крайняк, если она в купол не попадет. И просто остановит все это. Вот тебе и саппорт Нага, который просто невозможно строить. Там, кстати, Блэйд Мэйл скоро появится у Юниверса. И ППД у нас, видим, очень неплохо себя чувствует. Ну и Хвост и Фаник. Что будут придумывать? Если он запустит ультимейт и дадут бласт, все, полкоманды не будет. Да, ну если подставится, если подставится. Гейл подвоим. Гейл закрывает, у Хвоста огромные проблемы. И Фаник стоит гоги, Хвост. Хвост уходит отсюда, Фаника спрятали в дегребе 5. Фаник отгоняет, просто отгоняет. А вот он слип. Слип ноги. Четверых поймали, троих, троих поймали. Ну Фаник точно мертвый. Хвост тоже, как хорошо приморозил ППД. Да, Фаник точно мертвый. Хвост получает сетку в лицо. Вот это супор нага. Ставит кубо, что-то задефится. Ну и ФНГ. Напал на Фира, но что он может сделать Фир? А ничего. Залетает сюда еще и Фурион, Юниверс, ФНГ, Рептайд минус, Хвост на хайграунде и команда ЕГ. Когда ты просто не разведели, чтобы так носил в линаве? Я думаю, сколько бы не видел. Я даже не помню, когда такое было вообще. Чтобы за 9 минут ЕГ... Да какие ЕГ, причем-то ЕГ просто кто-нибудь. За 9 минут сносил все уже почти Т2 вышли. 10 тысяч голды набирал. Вот тебе и пуш потенциал. То, о чем мы постоянно говорим. Вот он пуш. Вот пушить надо вот так, а не так, как некоторые пушат зай, получает сайлент. Зачем-то, не знаю, зачем было бы у него тратить. Фанг сейчас погибнет просто. Хвост попадает туда из пэд, будет ли бласт. Пока бласта нет. Хвост пытается сломать вард, но это рассыпается. Ванскор тоже погибает. Минус. Я думаю, что это ГГ прописать. Да, это ГГ, я говорил, 12-ая минута. Это 8 минут 45 секунд. Нави едут домой. Вау. Вот это да. Коби-фань, как кодик он ставит. Вот это да. Вот это сейчас будет рвать у людей. Да, а что рвать? По-моему, тут все по делу. Тут как бы... Не, по делу, по делу. Я же не говорю, что не по делу. Отличная игра. Ну, я имею в виду, будет рвать у тех, кто там... Не совсем адекватно, да. С детства за Нави, скажем так. ЕГЭ отыграли просто на каком-то нереальном уровне. И первый, и второй матч. Ну, подожди. Сейчас пойдут китайцы у них на пути. И там будет намного веселее, чем здесь у нас. То есть, что ж такое там какие-то там ЕГЭ? Ты чё? Сейчас тут пойдет дискотека. То, что надо. У нас следующий матч должен начаться в 10.30, если я не ошибаюсь. Да? Да, да. Это правильно. Но я думаю, мы... Мы же... Не, мы можем раньше. Я думаю, мы можем просто другой матч посмотреть. Понимаешь? Я вот сейчас попытаюсь. Этот. Ну вот, потому что Cloud9 против этих закончили уже, да? Ньюби 22.8 выигрывают. И этого матча тоже нету в 22.TV. Почему-то. А Cloud9 у Вичи Гейминг уже выиграли первую карту Cloud9. Тинкер. Очень короткий матч. 24 минуты. Тинкер, Бэтрайдер, Брюмастер. Так что Cloud9 там выиграли. Но мы сейчас можем прыгать. Cloud9 у нас на четвертом канале идет. Так что мы бы на Ньюби... Ньюби ЛГД прыгнули. Но почему-то этого матча... Я сейчас спрошу у наших ребят... Need... Need... Pass to Nьюби versus LGD Game 2.